ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ 13 марта 2017 года 12 марта появились сообщения о боях между сирийской армией и протурецкими силами в Тадефе, расположенном к югу от Эль-Баба. Дивизия Султан Мурад, состоящая из туркоманов, выпустила заявление о том, что свободная сирийская армия взяла в плен возле элеватора Эль-Баб трех сирийских солдат. Если это так, то это свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне напряженности в отношениях между протурецкими и сирийскими силами в данном районе. Это также значит то, что Анкара не хочет или не может контролировать своих сателлитов, чтобы избежать подобных ситуаций. В городе Манбидж, контролируемыми поддерживаемыми американцами и сирийскими демократическими силами СДС, состоящими преимущественно из курдских отрядов народной самообороны YPG, были замечены российские и сирийские военнослужащие. Фотографии подтверждают активизацию контактов между сирийской армией и СДС, а также неафишируемое сотрудничество между Россией и США в данном районе. Тяжелые бои прошли между сирийской армией и ИГИЛ в районе авиабазы Джирах. На прошлой неделе отряды сирийского армейского спецназа силы Тигра дошли до подконтрольной ИГИЛ авиабазы и успешно вошли на ее территорию. Был даже момент, когда правительственные войска взяли объект под тактический контроль, однако им не удалось удержать его. Далее ИГИЛ провело несколько контратак, чтобы выбить из авиабазы правительственные войска. В настоящий момент правительственные силы держат оборону возле авиабазы. Сообщается, что сирийские военные стягивают значительное количество войск и техники для проведения военной операции против боевиков Хаят-Тахри-Рашан в западне Алеппо. Местные источники и медиа-активисты сообщают о большом присутствии в данном районе про иранских ополченцев, бойцов сирийской социально-националистической партии и прочих правительственных группировок. Поддерживаемые американцами СДС заняли деревню Касаджиль в 48 километрах к юго-востоку от Ракки и дошли до канала Аль-Рай возле населенного пункта Джадидат-Хабур. Госдепартамент США объявил о том, что отныне Хаят-Тахри-Рашан и все состоящие в ней группировки считаются в США террористическими. Заявление аналогично позиции альянса России, Сирии и Ирана касательно этой так называемой группировки умеренной оппозиции, действующей в сирийской провинции Идлиб. Формально Хаят-Тахри-Рашан является альянсом группировок боевиков под руководством Джабхат-Фате-Хашан, бывшая Джабхата-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды. В свою очередь, Джабхат-Фате-Хашан поглотила несколько менее крупных группировок, действующих в Идлибе. Основным спонсором группировки является Саудовская Аравия, которая использует ее в качестве инструмента для достижения личных интересов в сирийской войне. Хаят-Тахри-Рашан постоянно пыталась сорвать любые переговоры, в которых участвовали более умеренные представители так называемой сирийской оппозиции, и постоянно осуществляет теракты против мирного населения. На прошлой неделе группировка взяла ответственность за двойной теракт смертников в Дамаске, в результате которого погибло 40 человек, 120 получили ранения. Основные жертвы – иракские паломники. Между тем, администрация Трампа официально нацелена расширить и усилить взаимоотношения между США и Саудовской Аравией. Между тем, администрация Трампа официально нацелена расширить и усилить взаимоотношения между США и Саудовской Аравией.